Друзья, сегодня я расскажу вам о нескольких очень полезных и простых в освоении инструментов, которые, скорее всего, не раз вам пригодятся. Для разработчика, более или менее разобравшегося с основами разработки под Android, существование этих инструментов не очевидно. Однако они очень помогают делать первые шаги в разработке и, возможно, помогут вам в работе над вашим первым боевым проектом. В ходе сегодняшнего вебинара вы узнаете, как избавиться от рутины при работе с Vue, как быстро получить данные по сети и представить их в качестве объектов. Ну и с последующим простейшим кэшированием. Итак, начнем с библиотеки, которая называется Bata Knife. Предположим, у нас есть layout, на котором есть два пустых текст Vue, и нам нужно что-то в них написать. Стандартный способ сделать это вы видите на слайде. Чтобы получить наше текст Vue, для каждого мы вызываем у нашего Activity метод findViewById, ну и затем пишем в них какой-то текст. Но что, если Vue, с которыми мы каким-либо образом работаем на нашем экране, гораздо больше, чем два? Для каждого из них нам в этом случае придется снова и снова писать вот эти все findViewById, увеличивая количество кода и делая его менее красивым. Чтобы избавиться от этой рутины, нам как раз и поможет библиотека Bata Knife. Вжух. Bata Knife позволяет нам в одну строчку забиндить все Vue. Давайте разберемся, как ей пользоваться. Перед всеми Vue, с которыми мы хотим работать в нашем Activity, мы пишем аннотацию bindView, в которой мы указываем идентификатор, соответствующий Vue в layout. Вот здесь, как мы указывали findViewById, просто пишем это в качестве аргумента аннотации. Потом, после вызова setContentView, просто вызываем статическую функцию bind у класса Bata Knife. И все, мы можем использовать наши Vue. Например, написать в них что-то вот как здесь. Удобно, правда? Далее я расскажу вам о библиотеке, которая позволяет очень быстро и просто делать HTTP-запросы. Это не все, что она имеет, умеет, но можно сказать, основное ее назначение. Называется это библиотека ION. Весь код, который необходим для простейшего GET-запроса по адресу example.com, вы видите на слайде. Давайте посмотрим, что здесь вообще написано. Здесь вы видите цепочку вызовов. Для начала библиотеке необходим экземпляр контекста для работы, что мы ей предоставляем вызовом метода with. Далее по цепочке в методе load мы говорим библиотеке, по какому адресу делать запрос. В данном примере мы хотим получить все тело ответа в качестве строки, поэтому вызываем метод sString по цепочке. Вообще, как вы, наверное, уже догадались, string — это не единственный вид, в котором мы можем получить ответ. Например, если мы хотим получить JSON, мы бы написали sGsonObject вместо sString. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. Для того, чтобы мы могли что-то сделать с результатом нашего запроса, библиотека дает нам возможность указать callback, в который она в качестве аргумента испустит результат. Тип переменной result в аргументе функции uncompleted, вот этой вот, зависит от того, в каком виде мы хотели получить результат. Так как вот здесь мы написали sString, то в uncompleted аргумент у нас типа string. Ну и далее в теле функции uncompleted мы можем делать с результатом запроса то, что нам нужно. В данном случае мы просто выводим результат в лог. Чтобы лучше понять, как это используется на практике, давайте представим, что в activity из примера для button knife с первого слайда в 11sView мы хотим написать то, что мы получили с помощью ION. Тогда activity будет выглядеть следующим образом. Как видно на слайде, вот после получения результата, мы в главном потоке приложения пишем в текстю наш результат. Так как я видел, что в чате не все имеют представление об основах разработки, я сразу объясню, зачем здесь это делается в главном потоке. Дело в том, что сетевые операции в главном потоке запрещены, и поэтому для каждого запроса создается отдельный поток. И результат мы получаем в этом потоке, причем несколько позже выполнения данного кода. И так как Android не разрешает нам производить какие-либо действия с view не в потоке интерфейса, мы должны выполнять наш текстю в потоке интерфейса. Для этого нам нужна функция run on a vthread. Итак, теперь взгляните на код перед вами. Вот эта вот лапша из сетевого вызова не очень приятно выглядит прямо в нашем onCreate. Хорошо бы код запроса куда-нибудь подальше вынести. И предположим, для этого мы создадим класс stringloader, в который мы в качестве статического метода хотим вытащить наш вот этот запрос. Вот мы его сюда перенесли, но не очень понятно, что делать с результатом, так как он будет доставлен позже, и как вообще нам переправить его в нашу activity. Для этого нам пригодится еще одна библиотека, которая называется eventbuzz. Давайте посмотрим, как можно ее тут использовать. Для того, чтобы переправить нашу строку в activity, создадим простой объект, plain old java object, который мы назовем stringloaded event. Это и будет наше событие, event. Объект данного класса будет выполнять две функции. Первая – это оповестить activity о том, что запрос завершен и результат получен. А вторая – это доставить этот самый результат. Для этого объявим в этом объекте поле немудрства и лукава, назовем его string, и типа, соответственно, string, и соответствующий конструктор и getter. Далее в нашем onCompleted мы создадим экземпляр нашего события и поместим туда нашу строку. А затем с помощью метода post отправляем событие в дефолтный eventbuzz. Все, событие с нашей строкой улетело. И теперь нужно его только принять на другом конце, в данном случае в нашем activity. Код activity приобретет следующий вид. Давайте разберемся, что тут вообще происходит. Для получения события eventbuzz предоставляет нам специальную аннотацию, которая называется subscribe. Мы должны ей помечать функции, которые должны выполняться тогда, когда в eventbuzz постится событие. Какую именно функцию выполнять? Eventbuzz понимает по аннотации subscribe, и по типу аргумента этой функции. В данном случае это string-loaded event. Для eventbuzz неважно, каким будет имя функции или название аргумента. Для него важен только тип. Итак, после того, как мы отправили наше событие в eventbuzz, в каждом зарегистрированном подписчике будет выполнена функция, в которой тип аргумента соответствует типу отправленного события, если эта функция имеет аннотацию subscribe. Обратите внимание, я сказал зарегистрированном подписчике. Чтобы зарегистрировать объект как подписчик, нужно всего лишь вызвать функцию register, что мы делаем в данном случае в нашем onCreate. Обратите еще также внимание, что аннотация subscribe позволяет нам сразу сообщить eventbuzz, что код нашей функции нужно выполнять в главном потоке. Так мы избавились от необходимости использования run-on-ui-thread, что сделало еще чуть красивее наш код. Чтобы вам было проще понять, как работает eventbuzz, взгляните на данную схему. В нашем случае publisher – это наш string loader, а subscriber – это наша activity. Как вы, возможно, уже догадались, и как видно из схемы, с сабскрайберов на один и тот же event может быть множество, и все они отреагируют на события в тот самый момент, когда мы его отправим. Это удобно, например, когда у вас на экране находятся несколько фрагментов, и вам нужно изменить каждый из них в соответствии с каким-либо действием пользователя, например, нажатие на какую-либо кнопку. Чтобы не прибегать к куче всяких callback, можно просто сделать это с помощью событий eventbuzz. Ну и последнее, что я хочу вам рассказать в теоретической части нашего занятия – это простое хранилище данных типа ключ-значения, предоставляемое библиотекой paper. Ее использование предельно элементарно. Предположим, у нас есть список каких-то объектов, в нашем случае это экземпляры некого класса user. Он как-то создан или получен, неважно, главное, что у нас есть этот список. С помощью функции write, в которой мы первым аргументом передаем название ключа, а вторым – данные, мы сохраняем наш список в хранилище. Данные хранятся в специальном файле в памяти телефона, так что мы можем вообще закрыть наше приложение и забыть о нем на какое-то время. Данные никуда не денутся. И мы всегда можем их получить с помощью функции read, передав ей в качестве аргумента наш ключ. Ну вот, собственно, на этом теоретическая часть нашего урока заканчивается. Давайте попробуем все это как-то применить и разобраться, как оно работает на простом примере. Напишем простое приложение с одним экраном, на котором мы отобразим список данных, полученных по сети с помощью ION, а также с помощью Papers создадим простой кэш для отображения последних полученных данных, если у пользователя отсутствует интернет. Итак, здесь я заранее подготовил некоторую заготовку, чтобы вам не было скучно, пока я выполняю некоторые рутинные действия. Что мы тут имеем? Мы имеем Activity, в котором есть RecyclerView, чтобы отобразить наш список. Toolbar, просто чтобы был, чтобы красиво это все выглядело. И мы стандартным способом как-то получаем эти сущности, эти view. Также я подготовил layout для главного Activity, в котором есть только этот самый RecyclerView и Toolbar. Я прописал заранее все необходимые зависимости. Вы можете видеть их вот здесь. Рядом с каждой подписано, какая для чего. Ну и также я создал модель и адаптер для списка, о которых я расскажу позже. Давайте обо всем по порядку. Давайте, как мы делали в нашей презентации, мы применим button-knife, чтобы избавиться от функции bindView, свод данных, где мы используем наш обыкновенный findView по ID. Так, мы пишем bindView. RecyclerView. Повторяем, то же самое для Toolbar. Избавляемся от нашей функции bindView. Она нам не нужна. Делаем button-knife bind. В качестве аргумента функции bind указываем this, так как у нас Activity и button-knife в состоянии сам разобраться в данном случае. Давайте запустим пока нашу заготовку. Убедимся, что она собирается. Не работает. Вот она запускается, но пока в ней ничего нет. Давайте попробуем получить данные с помощью ION. Я заранее на просторах интернета нашел список в формате JSON. это некоторый список пользователей, в которых там о них присутствуют различные данные, такие как имя, телефон, адрес, имейл и так далее. Мы не будем сильно заморачиваться и возьмем только имя, имейл и телефон. Я заранее подготовил модель для наших данных. Выглядит она следующим образом. все довольно просто. У нас есть строковые поля имя, имейл и телефон и геттеры для них. Давайте попробуем получить этот JSON с помощью библиотеки ION. Итак, пишем ION. В качестве контекста мы будем использовать наши Activity. Далее нам нужно сказать, что мы будем, откуда мы будем получать данные. Для этого используем функцию load. Укажем сюда наш URL. Далее. Как я говорил, я теперь объясню случай, когда мы хотим получить не просто строку, а JSON объект. Наш JSON, как вы видите, имеет следующую структуру. Это массив объектов, поэтому нам нужно сказать библиотеке ION, что мы хотим получить данные как массив JSON, s.json.array. Далее мы указываем callback для того, чтобы что-то сделать с нашим результатом. Давайте пока мы просто получим наши данные и посмотрим, что действительно что-то есть. Видим наш результат. Какой-нибудь например, JSON допустим и посмотрим, что у нас происходит. Вот. 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 наше приложение запустилось и действительно, смотрите, мы получили результат и в качестве JSON-а вот он здесь у нас лежит. У нас есть 10 пользователей, лежащих в данном массиве. Далее. Нам же недостаточно просто получить результат. Давайте попробуем с ним что-то сделать. Нам нужно каким-то образом преобразовать данные JSON-array к списку экземпляров нашего объекта, нашего класса user. Для этого мы используем еще одну очень полезную библиотеку, которая называется GSON. Она обязательно вам не раз пригодится и иметь представление о том, как она работает очень полезна. Чтобы преобразовать данные, я сейчас напишу, а потом объясню, как это устроено. Нам нужно получить список пользователей. Для этого мы применим следующую конструкцию. Мы возьмем экземпляр JSON. напишем, выдавим функцию from GSON на нашем результате. Далее, чтобы GSON понял, как из массива в формате JSON превратить наши объекты, превратить этот массив в список объектов типа user, нам нужно указать ему тип, к которому нужно преобразовывать. В случае с GSON это делается несколько особым образом. Для этого GSON использует особый класс, который называется type token. в type token мы отправляем наш тип, в данном случае list user, и нам мало указать тип, нам нужно создать анонимного наследника, вызвать у него функцию getType. На первых этапах можно не сильно вообще заморачиваться о том, как это на самом деле работает, и пока у вас не возникнет особой необходимости или жгучего желания разобраться, как вот это преобразование происходит, этого делать не обязательно, оно будет работать и так. Достаточно просто запомнить данную конструкцию. Отмечу, что если у нас был бы здесь какой-либо другой тип, то вот здесь он четко ему бы соответствовал. То есть если бы мы хотели получить строку, то здесь бы мы написали стринг. Собственно, все. После выполнения данной строки в нашем списке users будут лежать экземпляры нашего объекта user, заполненные из данного вот массива JSON. Давайте посмотрим, что тут происходит вообще. Попробуем вывести блок, например, имя первого пользователя в списке. Допустим, наше приложение. Смотрим влог. Так. JSON. Да, и мы правда видим вот он первое имя, как и JSON. так как мы получили данные, давайте, как и в нашей презентации, наш вызов данный вынесем в отдельный класс. Назовем его users loader. здесь мы создадим статический метод load users, который мы передадим объект контекста, потому что он будет необходим нашему, нашей библиотеке и он. давайте прям возьмем из главного активити нашего целиком все это вытащим и положим вот сюда. Теперь, чтобы поставить наши данные в активити используем eventbuzz. Для этого нам нужно создать экземпляр, нам нужно создать класс, который будет представлять наше событие. Назовем его users audit event. Днем нам необходимо будет хранить список наших пользователей, переправить их в activity. Соответствующий конструктор, комбинация клавиш alt и insert я вызываю вспомогательное меню, в котором я могу выбрать генерацию кода. и я выбираю сгенерировать конструктор для нашего поля users. И таким же образом я сгенерирую для него getter. Далее в users loader нам нужно создать объект класса users loaded event и отправить туда наш список пользователей. что требуется сделать далее в данном классе это отправить дефолтный event бас в наши события. Теперь нам нужно получить его на другой стороне. что мы для этого сделаем. Для этого мы создадим функцию аннотации subscribe. назовем ее handle. Чтобы продемонстрировать, что event басу все равно, как называются ваши функции, назовем ее handle event, чтобы отличалась от нашей презентации. И здесь в качестве аргумента нам нужно спустить оттуда экземпляр нашего users loaded event. Ну и например, чтобы отличалась от презентации, назову event. Далее, как я уже говорил, аннотация subscribe имеет возможность указать то, что наш код должен выполняться в главном потоке. Для этого мы пишем thread mode main. Ну и теперь в главном потоке здесь мы можем что-то сделать с нашими пользователями. Давайте убедимся, что мы здесь действительно получаем. Давайте выведем блок имя. Давайте для разнообразия mail первого пользователя. чтобы указать тег. Например, eventbust test. Запустим наше приложение. мы мы ничего не получили. Типичная ошибка, которую я в том числе неоднократно повторяю, это забыть зарегистрировать наш слушатель в eventbust. нужно сказать eventbust fold register и отправить туда экземпляр нашего activity this. Давайте повторим. Странно, еще где-то что-то ошиблись. разберемся, где же мы ошиблись. А, действительно, мы не вызвали функцию load users load event users loader load users и мы не сделали эту функцию статической. Сылаем туда экземпляр нашего activity, так как он необходим для работы библиотеки и он запускаем еще раз. и мы действительно видим email первого нашего пользователя. Вот он в нашем JSON. Все теперь работает как надо. Давайте теперь попробуем отобразить эти данные на экране нашего activity наконец-то. Для этого я заранее подготовил адаптер все ли понимают как работает адаптер для RecyclerView. Если это непонятно, поставьте пожалуйста плюсики в чат, я позже поясню. Итак, простейший адаптер, здесь у нас есть ViewHolder, давайте во ViewHolder тоже применим наш ButterKnife. в Falls ваше atu ваше и с м ваше дам ваше ваше м да забыл вам пояснить что я заранее подготовил layout для для одной строки нашего списка давайте посмотрим здесь вот у нас будет имя пользователя его email и его телефон и таких вот записи у нас будет множество теперь так как мы уже применили button-knife нам остается только вызвать бин view в конструкторе нашего view holder и тех кто не понимает что я сейчас делаю я позже объясню зачем нужен вообще адаптер и что это такое данном случае мы сылаем в качестве объекта к которому мы бинтим экземпляр нашего view holder и наш item view так как это не activity теперь давайте попробуем создать экземпляр нашего адаптера и отправить его конструктор пользователей теперь чтобы recycler view корректно мог отображать все наши данные ему необходимо дать layout manager классно документации и добавить еще возможно декорацию для разделения ячеек красивым разделителем давайте сделаем это а мы обнашим он креет в данном случае это будет длиннее layout manager так как нам нужно просто отобразить вертикальный список послаем туда экземпляр нашего активить в качестве контекста и так же ему необходимо указать ориентацию разделителя то есть если список был горизонтальным мы указали быть ориентацию горизонтальной нам же нужно указать вертикальную указываем обратите внимание что здесь ориентация не разделителя а именно списка также нам следует это поместить чуть пораньше они бы тебе сюда чтобы все приготовления до осуществления вызова все были все было готово так возвращаемся к нашей функции handle event здесь мы создав адаптер теперь просто дим его ресайклер вью аппер и давайте запустим положение и посмотрим что мы теперь увидим итак чудо мы увидели список пользователей которые мы получили только что из сети с помощью библиотеки и он и доставили в наши активити с помощью библиотеки event bus но этого мало давайте попробуем теперь сделать простейший кэш для нашего приложения чтобы в случае отсутствия интернета пользователь мог опять увидеть последние запрошенные данные давайте проверим что сейчас это не работает мы выключим интернет у нашего эмулятора и попробуем запустить наше приложение нужно предварительно закрыть у нас вообще все упало так как мы не создали адаптер по событию но ничего сейчас мы от этого все избавимся итак простейший кэш для того чтобы сохранить наши данные после того как мы получили используем библиотеку paper где наш users loader здесь после получения до того как мы отправили наше событие в event bus давайте положим их пейпер этого пишем пейпер вызываем класса пейпер метод бук и пишем туда подключен users ключ может быть любым как вам угодно кладем туда наш список и вообще давайте наверное сделаем это в activity чтобы это сразу было наглядно здесь когда мы получили пользователей давайте возьмем их положим в пейпер наши пользователи в хранилище теперь нам нужно после того как мы запустили наше приложение и до того как мы сделали запрос достать наших пользователей из пейпер для этого мы будем хранить наш список пользователей право на нашем activity и здесь до вызова нашего мы получаем пользователей из пейпер пейпер бук аид указываем наш ключ users кстати говоря пейпер позволяет нам указать дефолтное значение которое мы получим в случае если в хранилище по этому ключу ничего нет в нашем случае это удобно так как в первый раз когда пользователь запускает приложение нет никаких данных и чтобы не получить нул мы положим туда пустой массив это просто пустой список далее важно отметить что для работы пейпер необходимо вызвать функцию пейпер и нет с каким-либо контекстом но это делается не в активите а в нашем классе наследники аппликейшн давайте сделаем это например его супер классом у нас будет аппликейшн его родители перегрузим здесь метод он креет которым мы и скажем пейпер и нет отправим туда об наш аппликейшн в качестве контекста того чтобы приложение использовала в качестве своего класса аппликейшн наш класс нам необходимо указать это в манифесте для этого атрибутом нашего блока аппликейшн мы с атрибутом нэйм нашего блока аппликейшн мы сделаем наш класс зи апп пейпер готов к работе давайте посмотрим что у нас получилось еще не все ну чтобы лучше понять что происходит у нас какие-то неполадки мы выключили интернет до объясняю что происходит мы выключили интернет поэтому в качестве users у нас в качестве users у нас нул и так как мы в нашем users loader не обработали никаких ошибок мы посылаем нул в события и пейпер она нас ругается что мы не можем писать нулы в его хранилище давайте избавимся от этой виды если у нас наш exception вот не равен нул значит у нас что-то пошло не так этого мы можем каким-то образом тут добавить свои собственные обработки возможно вы пульнуть какой-то еще и винтовин бас но в данном случае просто чтобы не было ошибок мы сделаем return чтобы вот данный код не выполнялся и события не уходила в и винбас давайте включим интернет на нашем эмуляторе и запустим наше приложение и все работает теперь так как мы достаем пользователей из нашего из нашего хранилища давайте теперь скажем нашему адаптеру отправим этих пользователей в наш адаптер для того чтобы можно было отобразить их без интернет и так для этого мы сохраним наш адаптер прямо в нашем activity и создадим его экземпляр прямо здесь ставим туда наших пользователей далее мы дадим этот адаптер прямо нашему recycler view чего произведем загрузку наших пользователей и уже по событию нам нужно теперь заменить уже существующие закешированные объекты в нашем списке на свежие пришедшие из сети для этого мы очищаем список пользователей но делать это мы будем только в том случае когда у нас уже там что то есть иначе это не имеет смысла когда мы их очистили нам нужно сказать адаптер он обновил список предварительно положив в него всех наших пользователей запись начала и вот это нам больше здесь не нужно так давайте посмотрим все ли у нас работает на список отображается теперь давайте убедимся что но будет работать и без интернета закроем наше приложение и запустим как видите даже без интернета мы достали наши данные из paper и и вывели их нашим activity на этом можно сказать что наша задача решена мы научились использовать и он мы научились доставлять данные от иона в activity с помощью event баса и мы научились как сохранять данные в хранилище для тех кто не знал как что такое адаптеры как им пользоваться кратенько объясню recycler view это такой виджет который может отображать данные многими разными способами о том как эти данные именно будут отображены ему говорят layout manager и адаптер в данном случае layout manager сообщает что это будет вертикальный список а о том как должна выглядеть каждая ячеечка нам говорит адаптер то есть адаптер предоставляет нам методы во первых нам нужно здесь используется шаблон который называется view holder а как это работает нам нужно нам нужно создать view из лейаута нашего который будет представлять нашу строку вот она с помощью layout inflater мы это делаем вот она наша строка далее когда пользователь прокручивает список каждый раз когда новая ячейка снизу становится видимой recycler view вызывает метод он бинт view holder у адаптера в котором мы пишем что нужно сделать с этой ячейкой в адаптере мы храним список наших пользователей и в он бинт view holder нам спускается позиция которую хочет отобразить наш recycler view и в соответствии с этой позицией мы берем соответствующий элемент из списка пользователей и записываем в соответствующие текст view в нашем случае данные соответствующего пользователя собственно вот и все зачем нужен адаптер но без него к сожалению recycler view нам использовать не получится 40 строку 42 вижу вопрос в каком файлике а вижу в activity скорее всего users users это список вот его мы сохраняем и предварительно мы его получаем до мы получаем его из хранилища paper до того как мы делаем интернет как мы делаем сетевой запрос если у нас в paper ничего не лежит тогда мы получаем на его место новый рейлист пустой если у нас там что-то лежит мы получим сохраненный вот здесь который мы сохранили сохраненный список я надеюсь я понятно это объяснил если у вас есть еще какие-то вопросы у нас есть еще немного времени пожалуйста задавайте постараюсь на все ответить я вижу что к счастью вопросов нет надеюсь это потому что всем все понятно так и в таком случае наш вебинар на сегодня закончен всем спасибо и хорошего дня спасибо